Система Хморса Смейла. То, что я хочу представить, это результат, который еще не напечатан, и сделан он в соавторстве с моим научным руководителем Вячеславом Зимоновичем Гриннесом и с английским коллегом из Великобритании, из Империал-Кольча, Себастьяном Ванстрином. Но, по всей видимости, окончательный результат будет еще с одним соавтором, это будет Христиан Бонати, потому что сейчас там сильные дискуссии, но я объясню всю историю происходящего. По-видимому, все-таки будет четыре автора в конце. Вот, можно дальше, да. Почему традиционно система Морса Смейла и городом рождения этих систем можно считать город Горький, это бывший Горький, сейчас он Нижний Новгород, поскольку в начале 40-х годов в Нижний Новгород была отправлена математическая школа из Москвы, ну, некий коллектив такой математиков, во главе с Александром Александровичем Андроновым, академиком Андроновым. Он организовал там отдел, да, который назывался отделом дифференциальных уравнений, ну, и занимался, будучи физиком, он, в общем-то, строил математические модели, объясняющие некие физические веи, можно его портретом, кстати, показать. Вот, это Александр Александрович Андронов, он вот после 31-го года работал в Нижнем Новгороде, в Нижегородском университете, где мы тоже все имели честь работать после этого, можно обратно вернуться. В 37-м году вышла работа Александра Александровича Андронова и Льва Семеновича Понтрягина, которого тоже можно посмотреть. Лев Семенович Понтрягин – это его московский друг по московской школе, московский сотоварищ. Вот. Работа называлась, можно дальше, «О грубых системах на поверхностях». Что они рассматривали? Они рассматривали ограниченную часть плоскости, ограниченную кривой, без контакта. И Александр Александрович Андронов волновал вопрос, когда такие системы будут структурно устойчивы. Его, как физика, такие вопросы волновали. То есть, что должно быть в системе, чтобы при малых шевелениях она не меняла своих качественных свойств. Вот. Чтобы весь этот математический аппарат был корректным и правильным, он привлек к этой работе Льва Семеновича Понтрягина, как математика, потому что самому еще, повторюсь, раз был физиком. И они установили, ну, вот в этой совместной работе, они нашли необходимые достаточные условия того, что система, в частности, вот таких дифференциальных уравнений на плоскости, она будет структурно устойчивой или, как в то время говорили, грубой. Они не говорили структурную устойчивость, они говорили, что система грубая. Что это означает? Это означает, что при малых добавках правую часть ваша система остается топологически эквивалентной исходной системе, то есть она не разрушается. Вот. Эти условия были следующими. На структурную устойчивость... Можно дальше, да? Вот. На структурную устойчивость системы они состояли в следующем, что число состояния равновесия должно быть конечным, они все должны быть гиперболическими, можно посмотреть, что это такое. Но для точек это означает, что это точки, либо источник, либо структ, либо седло, только собственными значениями по модуле отличными объединятся. А для периодических орбит, которых тоже было конечное число, должно было быть конечное число для устойчивости, тоже три волн гиперболичность, которая проверяется уже, естественно, на секущей. И вот это вот отображение последований также не должно было иметь собственное значение. А я неправильно сказала. По модулю, действительно, часть отличная от нуля. Я вспомнила. Правильно. Для потоков, да. Вот. А вот уже для отображения последований, конечно же, да, по модулю отличных от единицы. Можно назад. Вот. И, кроме того, следующим требованием было отсутствие седловых связок, так называемых, седлоконнекшн. Ну, вот такого вот сорта сепаратрис, совпадающих сепаратрис. Когда устойчивое многообразие одного седла совпадает с неустойчивым его самого или другого седла. Вот. Ну, вот исторически говорят, что работу писал сам Александр Александрович Андронов. И он пропустил вот это условие. Он не увидел, что вот такое, наличие такой связки, оно приводит к тому, что система не является структурно устойчивой. И именно это ему заметил Лев Семенович Понтрягин, за что и стал соавтором этой работы. Ну, вот, точно я не знаю, но я такое слышала из своих, да, от своих старших коллег, которые, да, вот эти истории передают из рук в руки, так скажем. Вот. Можно дальше, можно вернуться назад. Вот. И еще дальше. В этом же журнале, это был доклад Академии наук, журнал, где статья была напечатана. Следующей статьей шла статья Евгения Александровича Андронова. Это жена Александра Александровича Андронова. С Артемием Григорьевичем Майером. Это уже человек, который истинно нижегородский, исконный, работал в Нижегородском университете. Ну, вот был их коллега, они его привлекли в свой коллектив, когда приехали. Они, на самом деле, рассмотрели также системы на плоскости, в ограниченной части плоскости, но не требовали от них структурной устойчивости, грубости не требовали, а просто рассматривали сконечное число состояние равновесия, необязательно гиперболических, то есть более общий класс систем, но зато это была уже первая попытка, так сказать, классифицировать эти системы. То есть они ввели понятие схемы, понятие ячейки, они удаляли сепаратрисы, они разрезали предельные циклы и получали некие области с одинаковым динамическим поведением. То есть все траектории ведут себя одинаково, и тогда можно выделить список всех таких ячеек, понять, кто с кем соседи. Это называл схемой Леонтович Майера, и она давала некий комбинаторный вариант, хотя они его еще не перекладывали на язык ни графов, ни как, ни алгоритмов никаких не выписывали. Но тем не менее, это было уже понятно, что такие системы, в общем-то, вполне конечным образом можно описать и сравнивать между собой с точностью доотопологической эквивалентности. Вот можно дальше. Можно посмотреть на Евгения Санна и Артемия Григорьевича. Это вот Евгения Санна, молодая, видимо, приехавшая еще только, и Артемия Григорьевича Майера. Дальше, естественно, вставал вопрос, и это очень скоро, вот как вы видите, работа 1939 года, то есть после 1937 года, вот такой был прорыв, были получены к реперии грубости систем, и также попытки классифицировать, ну не попытки, а некий класс был классифицирован, все-таки довольно широкий этих систем. Дальше стоял вопрос перехода к поверхностям, которые отличны от плоскости, ну, соответственно, отличны от сферы. Ну и первая, естественно, поверхность, которая приходит в голову, это тор. Вот, когда у вас уже есть некая система, заданная на торе, когда поверхность не плоскость, вот тут в связи с топологическими особенностями поверхностей большего рода, да, и отрицательные характеристики, мы неположительны, вот. Там возможны вот так называемые самопредельные траектории, а вон они, кстати, нарисованы, вот, вот эти незамкнутые траектории, то есть если вы возьмете прямую на плоскости под рациональным наклоном и попробуете ее спроектировать на тор, представляя его как квадрат с отождественными сторонами, то вы увидите там некую траекторию, которая, в общем-то, в замыкании содержит весь этот тор, то есть она такая самопредельная, чего на сфере в силу теории Панкарабин-Зиксона быть не может, там не бывает таких траекторий, а на торе уже могут быть, и поэтому возникает дополнительная задача, надо убить эти траектории для грубых систем, ну такая была проблема, да, то есть на сфере их убивать было не надо, их просто там не бывает, а на торе они бывают, но хотелось показать, идея такая была и гипотеза была, что в действительности у грубых систем таких траекторий не бывает, у грубых потоков. Вот, ага, назад. И именно этим начал заниматься Артем Григорьевич Майер в 1939 году. Но поскольку в общей постановке задача была сложной для общего класса потоков, то он начал с потоков, у которых не было состояния равновесия, а соответственно у них была некая глобальная секущая для всех траекторий. И он понял, что эта задача сводится к отображениям, преобразованиям окружности. Поэтому, как вы видите, его работа называется, есть тут название эта работа, да, грубое преобразование окружности в окружность. Вот, можно дальше рискнуть. Вот, и он понял, что надо сначала ввести аналогичные понятия уже для дискретных динамических систем, а именно для отображения окружности, для дефиморфизма, объяснить, что такое грубое преобразование, найти необходимые достаточные условия, и тогда можно будет хотя бы для потоков без состояния равновесия объяснить, что они тоже в грубом классе таких самопредельных траекторий не бывают. Вот, ну и действительно он это сделал, он пришел к тому, что рассмотрел дефиморфизм окружности, связанные с ним дискретно-динамические системы, и показал, что в действительности грубыми на таких, на окружностях, на таких несущих поверхностях, могут быть только системы с конечным множеством неблуждающим. Каждая точка должна быть гиперболической, но в силу топологии окружности это только источник и листок, вот, и они все чередуются между собой, и он привел, он доказал, что только они являются грубыми на окружности, других грубых систем нет. И более того, он привел исчерпывающую классификацию этих систем. В данном случае там получается что? Что для систем, которые сохраняют ориентацию, для дефиморфизмов, сохраняющих ориентацию окружности, вот, у вас инвариантом, ну можно дальше перелеснуть, да, инвариантом является на самом деле вот тройка чисел, который в себя включает что? Количество периодических орбит, их одинаковое число источниковых и стоковых, поскольку они чередуются в силу топологии на окружности, периоды этих сепаратриз, и еще некое порядковое число, которое, в общем-то, есть на самом деле число вращений. Ну и вся разница состоит в том, сколько у вас, какое число орбит, и какие точки у вас попались вот в том непереворачивающемся месте. Они могут быть там двумя стоками, двумя источниками, или источниками стоков. Вот это полная исчерпывающая топологическая классификация вот таких вот вещей, ну, грубых преобразований окружности. Тем самым он показал, ну, раз у вас насекущий грубым может быть только вот с конечным числом, понятно, что никаких самопредельных траекторий у грубых потоков на Торе быть не может, ну, без состояния равновесия. Вот, можно дальше. Вот. А дальше, как вы видите, большой такой промежуток временной идет, то есть то был 39-й год, а это уже 59-й, и то был Нижний Новгород, а это уже Бразилия, да, Мурица Пешота, это бразильский математик. И вот продолжателем Нижегородского такого хорошего начала, да, явился каким-то образом бразильский математик. Вот. Ну, вот история говорит следующее, что, ну, в действительности как-то в Нижнем Новгороде на какое-то время этим никто не занимался, грубыми системами, никто дальше не делал этого. А в свое время Мурица Пешота, ну, это я такую знаю историю, надеюсь, что она правильная. Он приехал на конференцию в Америку куда-то и встретил там Соломона Левшица. А Соломон Левшица – это московский математик, ну, который рано там уехал во Францию, потом уехал в Америку и так далее. И он к нему, как к человеку, который, в общем-то, как-то пересекался, да, с российскими математиками, он к нему обратился и сказал, «Как же так, такая красивая теория, вот начатая Андронова, грубых систем, вот что только они структурно устойчивые на поверхностях, почему же ее не продолжили дальше, почему не обобщили все это и так далее». То есть у него было такое искреннее удивление, почему никто не поддержал Россию. На что Соломон Левшица ему сказал, «А почему обязательно в России? Давай делай, у тебя должно получиться. Пиши, ты сможешь, у тебя все получится». И вот действительно они в многократных встречах друг с другом, они писали, ну, Пишотто писал, он как-то его очень сильно поддерживал и так далее. Вот. В итоге Мурица Пишотто, видите, в 59-м году, он обобщил понятие грубости, оно стало теперь всеместно известно, как понятие структурной устойчивости. В грубости изначально Александр Александрович требовал, чтобы сопрягающий геморфизм был близок к тождественному. Потом это требование убрали, сам Пишотто показал, что на сфере это одно и то же, не надо требовать, и структурная устойчивость, и грубость – это вещи эквивалентные. Ну, а дальше уже повсеместно распространилось, что систему надо сравнивать с точностью до произвольного геморфизма. Ну, как будто бы это одно и то же вообще-то для всех систем, но вот я не нашла такого. Мы видели, что Аносов пишет про это, например, что эквивалентность, ой, технологическая сопряженность и грубость не только на сфере эквивалентны, а вообще для любых систем. Но доказательства этого факта вот как-то не встречалось. Ну, неважно. В общем, теперь все пользуются понятием структурной устойчивости. И когда он эту работу написал, а написал он про то, что он также установил критерии структурной устойчивости на произвольных поверхностях, для потоков на произвольных поверхностях, условия были абсолютно эквивалентны условиям Андронова и Пантрягина. Они были абсолютно идентичны. На что, когда они закончили работу, Левшиц ему сказал, уже Пантрягина в то время не было в живых, он ему сказал, поехали, не Пантрягина, не было в живых, Андронова, извините. Он сказал, надо ехать к Пантрягину и показать ему, чтобы он оценил, вот как вот мы тут продвинулись в этих делах. Ну, вот и история говорит о том, что они приехали к Леву Семеновичу Пантрягину, показали ему тексты, а он сказал, что мне это неинтересно, в данный момент меня эта тематика не интересует. Вот, вот так. После этого они уехали к Смейлу. Левшиц ему сказал, ну, тогда поехали к Смейлу, они поехали к Смейлу показывать эти результаты. 59-й год, обратите внимание, да, то есть установлены критерии структурной устойчивости. А давай дальше. И тут же работа в 60-м году Смейла, так, а Морс и на квалити у динамических систем. То есть вот так вот все рядом. То есть Пантрягин сказал, что ему это в данный момент, ему сейчас неинтересно, ему интересны более другие вопросы. Они приехали к Смейлу, ему все рассказали. Он тут же в 60-м году обобщил понятия этих систем, как он говорил, я... Давайте рассмотрим класс систем, который в точности обобщает грубые системы Андронова-Пантрягина. На инмерных многообразиях, вообще на произвольных, на всем. Он потребовал конечность, невлуждающее множество, гиперболичность. Вместо отсутствия связок, которые на двумерных поверхностях необходимы, он потребовал, что есть трансверсальность. И сказал, вот такие вот системы. И, конечно же, там вот есть дальше... А можно, кстати, на Смейлу посмотреть. И на Пишоте надо было посмотреть. Ну ладно, мы посмотрели. Это Смейл. Вот Пишоте. Морицы и Пишоте выразили спальмами, естественно. Так. И он выдвинул в этой работе две гипотезы, которые... Ну, класс-то аналогичный Андронову-Пантрягину, и гипотезы должны быть аналогичны. Что только эти системы структурно устойчивы на всех многообразиях, на всех размерностях. Во всех размерностях. И они, естественно, всюду плотны. Вот это два факта, которые были известны после Пишота, который с ним поделился щедро своими результатами. Он взял вообще две гипотезы. Ну, обе гипотезы оказались неверными. Это будет сейчас понятно чуть. Ну, понятно, что тут достаточно одной неверной, а вторая уже автоматически становится неверной. Вот. А в действительности, как вы видите, после этой работы... Работа называлась Морс и на Кволите. Она не касалась вообще каких-то вот этих вот результатов. Там эти гипотезы были сформулированы. А в действительности он показывал, что этим системам характерны вот те неравенства, которые там очень похожи на неравенство Морса для функций Морса. То есть связь там числа бытия с числом критических точек, периодических точек, периодических орбит и так далее. Вот такая работа была. Она, в общем-то, не была посвящена динамике. Она была... Он был тополог. Смотри, вот он не был, а есть он тополог. Вот. Ну, успешно как бы себя проявившись в динамических системах. И, соответственно, решал-то он свои некие топологические задачи. Вот увиделось, что они близки. Он написал эти неравенства. Работа называлась Морс и на Кволите. И после этого все такие системы стали называться системами Морса-Смейла. То есть ни Андронова, Пантрягина, ни Майера, ни Леонтович. Они стали называться системами Морса-Смейла. Ну, вот так вот, как говорит наш Григорий Михайлович Платовский, что ни одно открытие не называет именем его открывателя. Ну, в основном. Так и тут получилось. То есть, в общем, системы введены Андроновым и Пантрягином. А? Арнольд так говорит, да? А, ну, хорошо. То есть я уже цитирую Григория Михайловича. Понятно. Хорошо. Арнольд. Так. Ну вот. И дальше, значит, что там получилось. То есть вот таким образом эта тематика утекла в Бразилию на какое-то время. Мордец и Кишоте удачно это все обобщил. Объяснил, что критерий грубости ровно такой же, но только уже структурной устойчивости. Вот. И Смейл обобщил вообще все на все многообразия. Вот. И системы получили название систем Морса-Смейл. Они, к счастью, оказались не единственными структурно устойчивыми системами на многообразиях. Вот. Ну, соответственно, и не всюду плотными. И это же сам, то есть свои же гипотезы, а проверка сам Смейл. Ну, тут вот написано, что Пылес в 69-м году доказал, что все-таки систему Морса-Смейла действительно они составляют открытые, что они структурно устойчивые, соответственно, составляют некое открытое множество. Можно Пылеса тоже посмотреть. Вот. Но гипотеза оказалась неверной. И сам Смейл построил пример. Ну, вот хорошо известный пример подковы Смейла, да, который там уже в трехмерных, если его взять с успензией, взять надстройку над ним, то получаем потоп, который структурно устойчивый, да, и имеет вот там бесконечество периодических траекторий. Вот. На самом деле с этим тоже связана история очень интересная. То есть в 60-м году отсюда тематика перетекла туда. Но это тоже я знаю только по рассказам, что в 61-м году, когда Смейл понял, что гипотеза у него, в общем-то, неправильная, был Конгресс в Киеве. Вот люди, которые... Он не понял. Ну, а что? Ему об этом написал... Кто? Литву-Гуд. А, Литву-Гуд. Ага. Потому что у них была, как раз Литву-Гуд, была работа, знаменитая, но никто ее так толком не смог прочесть, потому что она была очень тяжело написана. Ага. Которая фактически, как сказать, был и... Пример Тома, да? Пример. На имя там было показано, что... А, то есть ближе к подводе, да? Есть это самое. Счетное множество периодических движений там. Понятно. У грубой системы, да? Поэтому он когда публиковал вот эту гипотезу, и тогда ему Литву-Гуд и написал. А, понятно. Ну вот это хорошо. Вы, наверное, скорее всего, ошибаетесь. А, понятно. Ну вот, в общем, вот так было. Но я хотела историю дальше рассказать, что когда он приехал на Конгресс в Киев, вот это был 61-й год, правильно, Лев Михайлович, вы меня поправляете. И когда пытались доказать, что Аносовские дефиморфизмы тоже структурно устойчивы, правильно, в то время еще не было. Пример Тома, вот Аносов, ну, который был. Вот. И что он про это проговорился где-то там в очереди в кафе, да, и не успел долететь до Америки, когда здесь Аносов, да, уже это доказал. Правильно перевожу, да? Ну, это я так, чтобы в истории осталось. В истории об этом написал Новиков. Новиков, да. И они вместе беседовали там были все в Киеве. Новиков пишут так, что Смейл тут же доказал грубость этого киевого Тома, на что как-то он хорошо сказал про Ангольда, ну, умный Ангольд, наверное, нашел там ошибку. Поэтому Смейл уехал в Москву ничем не доказал. В Америку. В Америку, да. А Аносов, Агольд и Сина, в 62-м году в доказательном руках написали группу, например, Тома, правда, тоже с ошибками. Ого, да. А Аносов в 62-м году публиковал группу «Смейлзический поток» на братьях писательной книжки. В 67-м году вышла знаменитая книжка, это, что он там уже в 1903 году, в которой он и в ошибке Агольд и Синае говорит, и, конечно, вел все эти Аносовские дефинофизмы, азов. Понятно. В 71-м году, поскольку мы, ну, как бы я-то хотела про топологическую классификацию говорить, вот этих вот систем Морса-Смейла Пишота, значит, в 59-м он доказал, что нашел критерий структурно устойчивых, показал, что этот критерий ровно совпадает с условиями Андронова-Пантрягина, а в 71-м году он уже получил классификацию. И здесь тоже идейно у него был какой подход? Он, оказывается, был очень близок тоже к схеме Леонтовича Майера. То есть он так же выделял, а нет, он не так же выделял, он не так выделял, он ставил соответствие на ориентированный граф, вот можно показать его. То есть он понял, что эти системы можно комбинаторно, совсем комбинаторно описать, не просто выписывая список этих ячеек и их примыкание к друг другу, а, например, вот таким вот графом. То есть на этих двух рисунках нарисованы две, в общем-то, неэквивалентные системы исходно, а граф по ним строится след. Но они без этой системы Морса или градиентоподобной, как их называют, то есть без периодических движений. Что делается? В соответствии всем неподвижным точкам ставятся вершины графа, в соответствии с сепаратрисом ставятся ребра этого графа. Все это ориентировано, соответственно, направлению на сепаратрисах. Получается вот такой вот ориентированный граф. Вот. И когда мы имеем две системы, то, естественно, необходимым условием их эквивалентности является изоморфность графов. Это первое условие. Оно, конечно, не является достаточным, но в данном случае вот мы видим абсолютно одинаковые графы, но, соответственно, и изоморфные тоже. Они соответствуют двум неэквивалентным системам. И поэтому вариант Пейшота был в действительности довольно трудоемким. Ну, как он был довольно долго описываем. Ну, в принципе, если сейчас думать, уже ничего сложного там нет. Что он еще просил? Понятно, что графа мало, а надо еще следить за тем, какие сепаратрисы ограничивают области на этой поверхности. То есть, а, соответственно, если, ну, вот там какую-нибудь взять ячейку, которая внутри себя там какую-то область ограничивает, то надо что? Это соответствует некому подграфу на этом графе. Надо выделить подграфы. И тогда вот уж не просто изоморфизм, а такой изоморфизм, который подграфу в подграфу переводит, вот его должно быть достаточно. Вот. И он привел... Илья Анатольевич Майер это понимает. А я сказала, что они понимали. Проистория из ячейки. А он не понимал. А он не понимал. Я сейчас вам это расскажу. То есть инвариант стал более наглядным, более комбинаторным. Но я сказала, что ли, Илья Анатольевич и Майер, они понимали, что это можно. Но только граф не вырисовывали. Разве что. Вот. Извиняюсь, вы уложитесь в ваше время, потому что дискуссии. Да. А сколько времени-то осталось? Уже минут. Сколько? Однадцать минут. Осталось? Ну, я сколько расскажу, столько расскажу. Нет, так не готовится. Полный доклад. Я полный сделан. Все нормально. Замечательно. Я успею. Ну вот. Так. Ага. Ничего, ничего. Понятно, что граф был более понятным и наглядным для людей. Но просто они формализовали алгоритмически эту вещь в виде графа. Но, как оказалось чуть позже, можно назад вернуться, что в действительности Евгения Санна была чуть длинновиднее Пейшота. То есть она, ну, ячейки-то она эти выписывала, понятно, что их можно было потом там графами заменить и так далее. Но она делала еще одну важную вещь. То есть она в каждой этой ячейке, которая ограничивает некую. Ну вот. Ячейка – это область. Выкинули все паратрисы, получили компонент связи. Вот она, ячейка. Там все траектории идут из источника в сток, там все хорошо. И она понимала, что надо такие взять одну траекторию в каждой ячейке и проверить, не переводится ли она у соответствующей системы, у другой системы в такую же траекторию. Чего Пейшота не понял, не уловил, что это тоже нужно сделать. То есть он только различал под граф и переводил под графы. А давай дальше. Вот. За это его Ошенков-Шарков в 1998 году, в общем-то, чуть-чуть. Ну, может быть, это и раньше кто-то замечал. Я не знаю. Но явно об этом написали вот в работе Ошенков-Шарков. Тоже можно посмотреть. Или Ошенков. Ошенков – это, по-моему, Московский. Да, Ошенков. Вот это Ошенков. Ну, я и говорю, да. То есть он – московский математик, Ошарков – это математика из Киева. Вот. А не можно вернуться обратно. Вот. То есть Пейшота тем самым, что он не брал траекторию внутри ячейки, он не заметил, что вот такие вот потоки неэквивалентны, такие ячейки не могут переводиться друг в друга. А его граф это не улавливал, к сожалению. Вот. Но они поправили, ввели более такой, на мой взгляд, легкий, воздушный инвариант. Другой граф немножечко, можно дальше посмотреть. То есть они это поправили и ввели свой инвариант, и уже довели его до некого комбинаторного описания. То есть они еще алгоритм развлечения графов написали. Вот. Ну, они, собственно говоря, делали дуальный граф к этому. То есть если Пейшота ставил соответствие вершинам неподвижной точки, а ребра у него были сепаратрисами, то по принципу Аташенко и Шарко нужно было ставить соответствие вершины графа, это и есть вот эта самая ячейка. Только они предварительно сразу в этой ячейке выбирали траекторию одну, делили эту траекторию, делили эту ячейку на две, и тогда у них получаются абсолютно одинаковые треугольные области, ограниченные одной устойчивой сепаратрисой, неустойчивой, и еще вот этой выбранной траекторией. И тогда вот этот треугольник становился вершиной, и границы этой ячейки, они становились ребрами этого графа. Получался трехцветный граф, легенький, хорошенький, и соответственно был уже полным вариантом. Они перевели сами алгоритм, но тут видно, вот направленный граф Пейшота, вот это граф Ашенко и Шарко, трехцветный граф. Они написали алгоритм, но наши пытливые нижегородские алгоритмисты, занимающиеся графами, сказали, что этот алгоритм неэффективный с точки зрения алгоритмической теории, то есть он там считает, различает эти графы за некое экспоненциальное время, что не есть хорошо. А может дальше интересно, мы тут сказали в своей работе? А, не, не сказали. Но тогда я просто добавлю, что в действительности мы написали потом работу и применили вот этот трехцветный граф для уже дефиморфизмов, для дискретных динамических систем, для градиентно подобных. Но написали алгоритм, который уже был полиномиальным для развлечения этих графов. Ну и вот Владик тут рассказывал, что и для омега устойчивых систем, для более широкого класса систем можно это все тоже алгоритмически описать, и граф построить комбинаторно и сделать эффективный алгоритм, построить эффективный алгоритм развлечения. Вот там уже требуется четвертый цвет для этих связок, которые там возникают. Ну, в принципе, все то же самое. Вот. Теперь, если перейти к дефиморфизмам Морса-Смейл, дефиморфизм уже не потоком, то есть с потоком более-менее все ясно. И я думаю, что это не единственные варианты, которые, я точно знаю, что это не единственные, их было много, разных и так далее, эффективных, неэффективных и так далее. Вот. Для дефиморфизма все чуть более сложно, поскольку уже в простых системах, да, про которые, как все пишут, то есть мы все знаем, да, про которые мы все знаем, на самом деле там знать все довольно тяжело, как выясняется, и все из-за того, что уже на поверхности возникают так называемые гидроклинические пересечения, то есть пересечения устойчивых, мы говорим, с неустойчивыми. Вот они нарисованы, эти точки. И понятно, что любая такая траектория, она некий топологический вариант, она должна сохраняться, да, там число точек, ну, я не знаю, их там накопление, предельные точки и так далее. То есть это довольно сложное множество, оно двояко-симптотическое, оно туда в одно седло идет, другое в другое. И, в общем, как-то различить вот это, вот это вот, особенно в общем классе, это было довольно сложно. Можно дальше. Вот. Значит, что в этом, как преуспели, кто преуспел в этом? Вот. Безденежных, Александр Безденевич, Вячеслав Задимович Гринес, Безденежных, это его ученик, Вячеслав Задимович здесь, а нет, это фотография, вот. Вячеслав Задимович есть, то его можно только посмотреть, да. Вот. Они для градиента, ой, для градиента подобных дефиморфизмов, ну, сделали инвариант подобный направленным графом Пейшота, тоже сделали. Ну, там, единственное, что требуется, периодически орбиты, орбиты уже не неподвижной точки, а периодически. Требуется некая подстановка на графе, но, в принципе, идейный вариант был ровно таким уже. Вот. Потом, вот, в 2014 году мы написали работу тоже для градиентоподобных, и туда трехцветный граф применили. Тоже можно для градиентоподобных. Типа Ошенкова и Шарко, но мы еще туда добавили алгоритмы, которые эффективно их различают. Можно дальше. Вот. Когда возникают уже гидроклинические точки, даже в так называемом БЕХе-1, это когда у вас пересекаются только два седла и дальше цепочка не идет пересечений, вот это вот так называемый БЕХ-1, он чем отличается принципиально от всего остального сложного устройства? Тем, что там орбит гидроклинических конечное число. Точек бесконечный, но хотя бы орбит конечное число, потому что при увеличении БЕХа тут же орбит с БЕХа-2, орбит становится счетное множество. Вот. Так вот в этом случае все-таки можно некий такой комбинаторный вариант описать, да. То есть можно вот эту вот сигнатуру пересечения записать в виде подстановок и получить вместе с графом, оснастить граф вот именно ту ячейку, в которой происходит это пересечение, оснастить вот этой подстановкой и доказать, что это тоже полный вариант, то есть вполне все комбинаторно различается. Можно дальше. Вот. Так же вот еще с одной ученицей Вячеслава Зимунич, Татьяна Михайловна Митриковой, мы ему написали работу, как можно это топологически еще сделать. Не просто комбинаторно, да, а увидеть эти пересечения вот именно в топологии. То есть оказывается, если эту ячейку, в которой содержится пересечение, ее профакторизовать, это означает, что надо рассмотреть не накрыть не саму систему, а рассмотреть пространство ее орбит. Так вот пространство орбит, оно всегда будет тором, каждая сепаратриса туда факторизуется в окружность, а все пересечения, они просто-напросто образуют вот такую вот сигнатуру на этом торе. Вот. То есть можно всю комбинаторику заменить вот такой топологической вещью, и если одна такая сигнатура переходит в другую, то системы, естественно, будут топологически сопряженными. Давай дальше. Вот. Для общего случая для систем, в частности, Морса-Смейла, полный вариант был получен в работе Банати и Ланжевена. Их можно тоже показать, они достойны того, что их показать. Это Банати, это французский математик, и Ланжевен тоже. Они оба, ой, а тогда придется чуть-чуть полистать, у Ланжевена нет. Вот. Они оба в Дижоне работают, вот в одном университете. И вот в 98-м году у Ланжевена был первый, кому пришла идея в голову, что надо все-таки смотреть не на самой там поверхности дефиморфизма, а смотреть на его пространство, орбит. Тогда все вещи, которые там некомпактны, здесь становятся компактными, с ними очень легко работать. Это была идея Ланжевена. Он написал об этом работу, попробовал сделать бег один, нарисовал картинки, нарисовал варианты, но тут же ошибся и, в общем, как бы никакого продолжения отсюда не последовало, кроме вот этой вот замечательной плодотворной идеи. Ну, на те идеи это понравилось. Он сказал, давай напишем общий класс. В общем, классифицировали они систему Морс и Смейла как частный случай, когда рассматривали более широкий класс просто там а-дефиморфизм, или как они их называли, дефиморфизм Смейла. Вот. И все это они заварили в марковские цепочки, марковские цепочки, то есть марковские разбиения. Ну, уже не буду объяснять, что это такое, но он такой полу-геометрический вариант, они их там называли геометрические эти самые разбиения. Ну, и всякие разные у них типы были и так далее. Но работа читается очень тяжело. Ну, прежде всего, потому что она просто на французском написана, и никакого аналога, ни перевода ни разу не последовало оттуда. Ну, и без французского там хватает своих, как она. Ну, и потому что она обобщает все. Она покрыла очень большой класс систем, и Морс и Смейла оттуда выделить, в общем-то, практически невозможно. Вот. На что сам христиан говорит, что они в свое время с Ланжевеном, конечно, пробовали начать систему Морс и Смейла, но у них не получилось сделать в полном виде. Вот вариант такой отдельный для Морс и Смейла, какой-нибудь чуть-чуть более легкий, чем для общего класса. Вот. А, давай дальше, можно дальше. А, тут ничего нету, ну, ладно. Вот. Пять минут осталось. Ну, мне хватило. Вот. И когда мы приехали с Вячеславом Звончевым к Себастьяну Варстрину, и вообще-то мы хотели классифицировать более широкий класс, чем Морс и Смейл дефиморфизмы, которые омега устойчивые дефиморфизмы, но поняли, что инвариант, например, Банатис-Ланжевеном, его невозможно обобщить никуда, потому что никакого продолжения обобщения он под собой не подразумевает. Вот. Тогда Себастьян говорит, давайте попробуем сделать инвариант отдельный, более геометрический, но который можно продолжить на более широкий класс систем, там, с касаниями и так далее. То есть, которые допустят никакого общения. Вот. И такой инвариант у нас получился. Можно посмотреть вот от этой тонкости. Ну, можно, конечно, объяснить, что, на это надо объяснить, что у каждой седловой точки в силу ее гиперболичности есть инвариантная окрестность, в которой эта седловая точность, ну, дефиморфизм сопряжен с обычным линейным седлом. То есть, там, 2x, 1, 2y. Вот. Если взять окрестность xy равно единице по модулю, меньше единиц, меньше либо равно, то вы увидите ровно такую окрестность, в ней будут инвариантные слоения, устойчивые, неустойчивые, глобальные. И вот это все, оказывается, у системы Морса Смейла благополучно переносится на самом многообразии. Глобально существует у каждого седла вот такая большая окрестность с двумя слоями. Вот. Идея старая, еще восходящая к доказательству структурно устойчивости системы Морса Смейла сделать такую систему окрестностей согласованно вложенной, compatible, как она называется, а можно дальше. Но это означает, что надо слои одной системы в тех местах, где есть двойные слоения, то есть у вас в каждой системе есть устойчивые, есть неустойчивые, а, соответственно, в месте пересечения их будет четыре. Так вот, чтобы не было четыре, а было только два, то надо одни слоения укладывать в другие. Это идеи старые довольно, но просто сейчас существует именно с помощью вот этой идеи лонжевена факторизации. Эти доказательства сейчас выглядят очень просто и можно творить вот с этими согласованными системами много-много всего разного, в частности, строить их там с более тонкими свойствами, те, которые нужны на данной задаче. Вот можно дальше. Вот. На самом деле, если взять просто любую согласованных окрестностей, их очень много и системы. Они разные, их можно уменьшать, их можно увеличивать и так далее. И, конечно, они сами по себе не являются вариантом. То есть у двух, даже у одной и той же системы можно выбрать такие окрестности, которые одна в другую никогда не переведутся с сопрягающим геморфизмом. Чистость и плаги... Одна? Ага, замечательно. Вот. Ну, а я только одну идею скажу, мне больше ничего не надо. Вот. Которая лежит в основе все-таки улавливания. А что же за сигнатура, когда у вас бег больше, чем один? То есть как уловить, как там следующий с предыдущим пересекается? И здесь стоит построение так называемой максимальной окрестности, которые все целируют, все гидроклинические прямой угольники. То есть, оказывается, согласованных систем много, а вот в некотором смысле максимальная система, она одна. Вот. И если эту систему построить, то есть она технически выстраивается, опять-таки, с помощью факторов пространства, и она является тогда, она уже будет полным вариантом, можно дальше леснуть. Вот. Но, опять-таки, все это мы делаем. Ну, вот тут условно нарисовано, что это согласованная система окрестностей, можно дальше. А на самом деле мы, опять-таки, рассматриваем ее в пространстве орбит. И вот в пространстве орбит все эти согласованные системы окрестностей, они туда заваливаются абсолютно чудесными, компактными множествами. То есть весь вариант – это тор с набором колец и таких вот, как они, полосок, к ним приклеенных, но зависит от беха, там разные уровни приклеивания. Вот. То есть вот сводится все к такому геометрическому. Это очень близко к марковским разбиениям, на самом деле. Вот. Из-за чего христиану тоже, как бы, хочется, ну, в том смысле, поучаствовать в этой работе. Ну, и сейчас мы вот на стадии того, что пытаемся… Ну, я еще одну… Нет? Поздно уже. Все. Ладно, не буду рассказывать. Все.